Я хочу поговорить с вами на тему переживания с Богом. Божественные переживания. Надо, чтобы человек пережил Бога в свою жизнь. И самое радостное, это то, что сам Бог не против. Наоборот, Он очень заинтересован. Вот Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих, Библия говорит, «Кто имеет заповедь Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Это Иисус говорит. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его». Теперь смотрите обещание. «И Я явлюсь Ему Сам». Вы заметили, что план Божий заключается в том, что на каком-то этапе хождения с Богом Иисус хочет каким-то образом явиться тебе. Притом, замерьте, когда Он явится, нам Он по-разному. Кому-то бывает во время чтения Библии, кому-то во время проповеди, когда как будто из уст проповедника какая-то фраза прыгнула на тебя прямо в твою душу, в твое сердце. Кому-то бывает во время, когда ты смотришь какую-то проповедь на DVD, там на диске, но заметите, Он обещает, я явлюсь Ему Сам. То есть в процессе взаимодействия человеком с Иисусом Христом в плане Божьем есть момент, когда Иисус в Его программе Он хочет явиться каждому. А вот слово явлюсь Ему Сам, я принимаю решение не ограничивать. Потому что это может означать вообще очень много. Это может быть просто прикосновение присутствия Божия. Это может быть просто глубокое внутреннее переживание. это и может быть Он приходит и встанет перед тобой. Потому что слово явлюсь Ему Сам никак не ограничивает на то, что это переживание внутри толка. Поэтому снимаем ограничения в этом вопросе. Если вдруг Он захочет встать Сам перед Тобою, пусть встанет. Саввул пережил Бога. У него была встреча с Богом. Говорится в Деянии Апостолов 9 глава с 1 стиха. Сам уже еще дышал угрозами и убийствами на учеников Господа пришел первосвященником. Ему дали письмо там и все прочее. И он направился в Дамаск из Иерусалима. Третий стих. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, Саввул, что ты гонишь меня, а он сказал, кто ты Господи? Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Он втрепет и уже сказал ему, Господи, что повелишь мне делать? Переживание Павла с Богом помогло ему стать апостолом Павла, которого мы читаем в Новом Завете. Но не только Павел, если смотреть в Библии, мы встречаем человека по имени Моисей. Моисей, вот в исходе написано третьей главы, говорится так, с первого стиха. Моисей пас овец у Иофора, тесть своего, священника Мадьямского. Однажды провел он стадо далеко, это третья глава исход, первый стих, в пустыню, и пришел к горе Божией, Хариво, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду посмотрю, у нас есть великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог и среди куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, Господи, и сказал, Господь, не подходи сюда. Моисей в пустыне, не в церкви, в пустыне, имел встречу с Богом. И заметите, что большинство из этих людей, они встречались с Богом не на собрании, не в храме. Есть моменты, которые, некоторые встречались с Богом в храме, но большинство в Библии имели встречу с Богом дома, в пустыне, на дороге, на лошади, вот в неожиданных местах, потому что Бог, не Бог только в церкви. Скажите со мной, аминь. Моисей встретился с Богом, и это поменял историю Павла, Моисея, историю Израиля, и это привело к исполнению божественных пророчеств, которые он дал еще с времен Авраама по поводу вывода израильского народа из Египта. Знаем имени, человек по имени Даниил. Книга Даниил, 10 глава, Библия говорит так. Даниил, он имел встречу с Богом. Говорится с 5 стиха по 9. 10 глава. И поднял глаза Мои и увидел вот один муж облечен в линянью одежду и чресло его опоясано золотом из уфаза. Тело его как топаз, лице его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его поведут как блестящие мед, и глаз речей его как голос множество людей и только один я до него видел это видение и бывшие со мной люди не видели этого видения но сильный страх напал на них и они убежали чтобы скрыться и остался я один смотрел на это великое видение но во мне не осталась крепость и вид лица моего чрезвычайно изменился и не стала во мне бодрость и услышал я голос его и как только услышал голос его я в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицом к земле когда произошла встреча с Богом у Даниила мы знаем историю Даниила потому что из этой встречи он стал величайшим пророком он стал личностью которой самое точное пророчество по появлению Иисуса смерти было у Даниила уже не говоря о тех приключениях которые делал Даниил вместе с Господом большинство библейских персонажей которые мы любим ценим они наши герои они стали таковыми после определенного переживания Бога я начинаю приходить к выводу что в этой жизни для того чтобы ты что-то сделал существенное для Бога с Богом нужна встреча с Богом второе Бог заинтересован очень любит открываться людям у него большое желание встречаться со своим народом даже когда он создал первый человек Адама что там написано Бог приходил каждый вечер на встречу с Адамом в прохладе дня не потому что Богу жарко в прохладе дня ради Адама чтобы ему не было жарко но Бог приходил он создал человека потому что он хочет открыться хочет встречаться общаться иметь какие-то постоянные отношения с человеком я хочу вам сказать что его желание не поменялось Бог желает мечтает хочет иметь встречу с тобою и даже заметите какие повеления в Библии есть ты когда молишь войди в комнату внутреннюю комнату твою закрывай дверь и молись отцу который в тайне почему Бог хотел чтобы ты закрывался от всех и встречался с ним и большинство божественной встречи бывают когда человек наедине с Богом если не бывает время наедине с Богом очень редко даже если Бог прикоснется к тебе на таком собранном как сейчас но все равно чаще всего это плод того что бывает наедине с Богом когда никого там нет когда мы встречаем эти все люди которые я сегодня назвал у них произошло перемену например Савву Саввул он гнался за христиан убивал он шел в Дамаск с целью наказать убивать арестовать бить питать с этой целью он шел но Саввул когда встречался с Иисусом по дороге произошло перемена у него и говорится в 9 главе 6 стих который мы читали с вами Саввул говорит что ты мне повелишь делать Господи представляете перемена в Савву Господь Иисус говорит это я Иисус который ты гонишь и он говорит что ты повелишь мне делать то есть Павел поменялся настолько что слушаться Иисуса стало для него легко пастор Генри я я вроде покаялся вроде хожу в церковь но ничего не поменялся внутри меня а тебе нужна встреча с Богом потому что в этой встрече поменяется твое сердце ты станешь другим человеком и то что написано в Библии 2 Коринфянам 5 17 что итак кто во Христе тот новая тварь становится для тебя реальностью заметь это Бог желает чтобы ты стал другим человеком и переживание Бога поможет тебе сделаться иным человеком когда Псавул встречался с Богом в нем произошло новорождение он стал новым человеком он родился свыше потому что стать христианином надо принять Иисуса родиться свыше не просто внешние какие-то процедуры которые не касаются души или сердца тем более когда я младенец когда я ничего не знаю правда Бог был бы несправедливый если попасть на небо зависит от того чтобы ты попал в храм а я родился там где храм и нет тогда что неужели я обречен заметь Бог открылся одинаково для всех народов на всей земле и все имеют доступ и шанс стать Божьими детьми независимо от того они живут там где храм или там нет потому что дело не в храме дело в Иисусе в личность когда с ним встреча происходит меняется скажите со мной амин поэтому бывает люди ходят в церковь много лет а с Богом не встретились все процедуры знают что надо говорить и знают а сердце не поменялось признак что ты рожден свыше что ты Божье дитя это измененное сердце встреча с Богом приносит в служение и вхождение с Богом жизнь приносит приносит изменения переводит тебя из естественного человеческого уровня в божественный и сверхъестественный уровень вот часто люди спрашивают как перейти из естественного логического уровня мышления и подхода к жизни встреча с Богом оно тут же переводит тебя тебя зовут Моисей ты с овечками и тут же дает тебе силу море открывать воду из скали вы понимаете казни на Египет менять воду в кров приказать лягушке они бегут тебя перевел эту встречу сверхъестественного вопрос возникает естественно как как это пережить встреча с Богом я бы вам сказал так переживание с Богом приходит со стороны Бога с моей стороны нужно атмосферу приготовить скажите со мной атмосферу еще раз вот с моей стороны мне нужно атмосферу подготовить как только я подготовил атмосферу Бог найдет моменты когда он захочет открыться он очень желает открываться возвращаемся к Иоанну который мы читали 14 глава 21 стих кто имеет заповеди мои и соблюдает их тот любит меня а кто любит меня тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам поэтому заметьте первое что он говорит надо любить Иисуса а как желаю Иисус считать что ты его любишь вот вопрос да интересный но я тебе я люблю Иисус хорошо а как тебе выражать мою любовь правда это вопрос актуальный вот смотрите как Иисус воспринимает что ты его любишь он не человек чтобы он воспринял любовь как человек мы часто путаем это если я проплакал 5 минут значит он верит что я его люблю нет он не верит из-за слез если бы слез было доказательство любви для Иисуса то все кто плачет по всему миру он бы приходил бежать помогать сразу вы понимаете слез не есть доказательство любви к Богу смотрите что он говорит 21 стих кто имеет заповеди мои и соблюдает их тот любит меня вот Иисус воспринимает любовь как раз заповеди мои принимает их и соблюдает как только тебе это сделал у Иисуса отметка меня любит заповедь заповедь не принимаешь и не исполняешь незасчитано и слозы не фиксируют ничего при том когда говорится заповедь оно имеет двойное значение первое это живи по принципам Божьего слова принимай это слово и живи по этому слову потому что Бог и его слово одно священное писание это слово Божие и он желает открывать его тебе чтобы ты с ним согласился и начал жить по этому слову принимай усилия жить исполняя то что тебе открыто и ты не представляешь как Богу это нравится что тебе открыто живи согласно тому что тебе открыто Богу это нравится написанное слово и так же надо исполнять заповеди его в смысле поручения какие он тебе дает первичный уровень неглубокий для всех священное писание исполняем поглубже уровень это конкретные поручения какие он дал тебе лично не потому ли Бог понравится Давид понравился он сказал он исполнил все мои хотения я нашел человека по моему сердцу а почему он стал по твоему сердцу он исполнит все мои хотения он любит Бога да мы можем слозы действительно мы можем плакать но должно оно переводиться в действие связано с принципами Божьи если твои слозы не переводятся в действие то любовь Божия в тебе не полноценная надо любить Бога второй уровень должно быть голод жажда желание познать Бога большего это называется я устал от малого я хочу больше я хочу больше Бога я хочу больше Божьего содействия я ему часто говорю я хочу больше чудеса я хочу больше твое присутствие я хочу больше я вот женщина да которая написала что она смотрела онлайн и Бог выпрямил ее позвоночник это результат моих криков Бог хочу большего вот исход третьей главы написано Моисей пас овец у Йофора тестья своего Йофора священник Мадьянского однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву мне это нравится Моисей обычно пас овец и овец всегда был накормлен но никогда ничего далеко достаточно во втором стихе написано явился ангел господин пламени огня среди тернового куста я верю Библию буквально явился ангел значит я был ангел задача ангела гореть сколько столько сколько надо чтобы Моисей обратил внимание и когда ангел горел горел Моисей начал ходить и дальше говорится и Бог господа увидел то есть господ включился и начал говорить с Моисеем заметите что когда Моисей увидел ангел в кусте который горел Моисей увидел явление необычное и он пошел обратить внимание оказывается Бог вложил в нас всех живущих на земле любопытство по отношению к сверхъестественному Моисей пошел проверить и Бог начал говорить с ним и голос Божий говорил сними обувь твою место на которой ты стоишь святое и Бог начинает как будто знакомиться с Моисеем или знакомить себя обычно причина встречи с Богом он хочет себя знакомить тебя с собою вот я Авраам да я Господ Бог всемогущий то есть Бог хочет познакомиться с тобою на том уровень в котором ты нуждаешься в жизни каждый раз когда бывает встреча с Богом есть прикосновения есть Божия передача чего-то от Бога к тебе в случае Моисея он не подозревал что в этой встрече в пустыне море там откроется казни в Египте мана с неба мясо с пустыни он не знал что там достаточно поднимет жезву свою и Иисус Навин будет побеждать на войне все было передано в моменте встречи вот почему я люблю присутствие Божие там много чего передается там рождается успех там там рождается силы там рождается победы там рождается решение всех вопросов и оно как правило начинается из внутри мой внутренний человек это он больше всего жаждет это концентрированное присутствие Божие внутри него мое тело к этому не тянется а мой внутренний человек Бог хочет открыться тебе в твоем внутреннем человеке оно приходит как взрыв внутри твое тело на это реагирует по-всякому кто прыгает кто бегает кто падает кто лежит как Даниил он упал не имел силы Божьей Саввул не только упал аж упал и ослеп разные реакции тела но твой внутренний человек в восторге от этого наплыв жизни от присутствия Божия когда Бог открывается тебе в третьей главе 18 стих исход Моисей приходит к старейшинам и говорит Бог говорит ему ты придешь к старейшинам имеется в виду взрослые люди не только физически но старейшинам по духу не все люди поймут сразу вопрос встречи с Богом и он говорит и они послушают тебя и пойдешь ты и старейшине израилевых фараона царю египет и скажете ему Господь Бог евреев призвал нас так старейшины не были в пустыне с Моисеем но Бог говорит они должны сказать фараону Господь евреев нас и их в том числе хотя они не были в пустыне там был только Моисей возникает вопрос неужели Бог хотел чтобы они обманывали нет оказывается Бог встречался с Моисеем в пустыне старейшины встречались с Моисеем и через Моисея встреча Моисея с Богом передавалась старейшинам через Моисея Давид да кто вокруг тебя но обижены брошены и так дальше ага и ты Давид уже в старости да кто вокруг тебя обижены брошены нет вокруг меня великие мужи Давида как зовут их один из них Шама любимый пастор Генри отстаивал чечевичное поле и Бог давал победу как они стали великими мужьями просто я встречался с Богом много раз на меня Бог сошел Духом Святым сам Самуил налил масло на мне и каким-то образом все что у меня в течение процесса пребывания с ними перешло на них то есть моя встреча с Богом Давид говорит перешел на них через меня Павел да у тебя мощные ребята там да Тимофей сила они такие все сильные да они с тобой были на дороге в Дамаск нет а как же на них это все перешло просто со мной встретился Бог они со мной общались и моя встреча с Богом перешло на них через меня это одно из самых эффективных методов встречи с Богом это побыть на месте где те которые встретились с Богом христианская церковь победа приглашает всех желающих на богослужение которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов а также в среду в 19 часов ожидаем вас по адресу Киев улица Малинская 16 недалеко от станции метро Академгородок пишите нам по адресу 01001 город Киев абонентский ящик 53 если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36 56 46 58 59 55 56